я приветствую тебя мой друг на моем канале азбука технической графики и в этом выпуске мы продолжаем разбор тестовых задач по начертательной геометрии из раздела простейший геометрических образов но уже не точки а мы разбираем линии и сегодня у нас вторая часть мы начинаем с задачи 317 кто не смотрел разбор первых 16 задач я советую посмотреть одно из предыдущих видео в котором мы это все проделали тогда вы более полное будете иметь представление о расположении тех или иных линий относительно системы координат и относительно трех плоскостей проекций а мы же приступаем теперь к задачи 317 смотрите отрезок прямой а b является прямой общего положения на как на каком из чертеже так чертеж 317 так я немножко двигаю так ребята чтобы вам было лучше видно потому что я могу представить что все эти чертежи текст задач немножко на экране плохо видно соответственно я по увеличиваем варианте располагаю чертеж здесь а текст задания вот здесь скажем так раза в два увеличить чтобы вы могли прочитать могли нажать на паузу и сами у себя попытаться решить эту задачу самостоятельно скажем так ну давайте смотрите вот у нас чертеж 317 на нем расположена 4 варианта ответа повторяюсь и нам нужно определить отрезок прямой а b является прямой общего положения а что нам вообще известно о прямых какие они бывают ну прямая прямая общего положения в принципе это я думаю понятно всем то есть это какая-то прямая расположена просто произвольно в пространстве под какими-то углами к плоскостям к трем плоскостям проекции мы еще знаем что есть прямые уровня то есть они параллельны плоскостям проекции то есть это горизонталь фронталь и профильная линия то есть они например горизонталь она может находиться вот посмотрите я попытаюсь вам немножко вкратце объяснить тем кто вообще не в курсе горизонталь она может находиться в любом положении к другим плоскостям проекции но если мы посмотрим вот так она всегда будет параллельно плоскости p1 фронталь наоборот она может находиться вот так в любом положении но она всегда вот так мы вращаем она всегда будет параллельно плоскости p2 и точно также профильная линия плоскости p3 есть еще проецирующие прямые проецирующие прямые они перпендикулярны той или иной плоскости проекции ну то есть это и понятно из них из каких-то например любых там произвольных точек в пространстве мы можем опустить перпендикуляр на плоскость проекции и на ней отобразить проекцию этой точки или этой линии или этой фигуры и тому подобное то есть поэтому они называются проецирующие значит так нам в данном случае нужно определить прямого общего положения прямую общего положения это говорит о том что она не должна не должна быть ни параллельной ни перпендикулярной ни к одной из трех плоскостей проекции то есть это тогда у нас будет любом случае прямая общего положения но вот давайте теперь начинать и представлять те или иные случаи где они располагаются смотрите первый случай a1 b1 идет вот так это говорит о том что если мы смотрим на вид сверху то есть вот опять у меня смотрите вот . а вот . б так и она у меня пересекает ось x данном случае на виде сверху ось x совпадает с плоскостью p2 и пересекает так идет она где-то вот так вверх почему потому что когда я разверну до фронтальной плоскости проекции вот так она будет идти у меня получается тоже вот так и пересекать точнее вот так уже она будет идти то есть она будет у меня пересекать и p1 потому что в данном случае у сик совпадает с p1 так ну в данный случае я подумаю что подходит то есть такая линия в пространстве не будет ни параллельно ни перпендикулярной ни к одной из плоскостей проекции опять же я дам вам подсказку сразу же чтобы прямая была прямой общего положения ни одна из ее проекций не должна быть не параллельно не перпендикулярно к плоскостям проекции или к оси координат то есть это минимальное такое условие смотрите вот у нас второй случай а один штрих b один штрих то есть один штрих значит мы смотрим на виде сверху она совпадает у нас с фронтальной плоскостью проекции вот так она идет вот так я не могу как вот так где-то а когда мы смотрим на фронтальную плоскость проекции a1 слева в не вверх вот она . идет вниз и пересекает у нас просто я не могу тут дыры дырки нету просунуть вот соответственно такая линия она не может являться прямой общего положения потому что она лежит в плоскости проекций правильно соответственно и и мы ее можем назвать фронталью правильно то есть она лежит во фронтальной плоскости проекции так теперь третий случай ну третий случай тут вообще очень просто очень оригинальным и что так что так мы видим прямую параллельную получается плоскость ой перпендикулярную полоскости p3 или параллельную p1 и p2 то есть это проецирующая прямая на плоскость p3 и последний случай ну здесь точно так же она где-то линия у нас будет лежать смотрите если мы сверху смотрим так на нижнюю проекцию вот у нас а так вот так а вот так б вот так мы видим вот так не пересекает усть x а когда мы смотрим на p2 так у нас здесь наоборот значит вот так она идет нет прошу прощения так вот так она идет бы находится с внизу а а наверху то есть вот так она располагается линия в пространстве у нас и соответственно получается что эта линия лежит в плоскости p3 то есть она тоже не может являться линией общего положения правильный ответ соответственно у нас номер один это единственный случай когда прямая не параллельно не перед пендикулярно никакой плоскости проект так идем далее задача 318 отрезок прямой а bet тоже является прямой общего положения далее разбираемся ребят сразу вам советую чтобы вам улучшать свое развитие пространственного воображения попытайтесь представлять все вот эти ситуации вместе со мной у себя в голове я вам пытаюсь еще вот так вот с помощью карандаша и вот такой вот фанерной системы координат это все представить надеюсь понятно если что-то непонятно пишите мне об этом в комментариях мы же разбираемся дальше смотрим первый вариант ответа конечно же он не подходит почему потому что смотрите на горизонтальной плоскости проекте то есть когда мы смотрим сверху вниз вот так мы видим что линия превращается в точку то есть ее вершины совпадают координаты вершин совпадают и у нас получается что на фронтальной плоскости проекции мы видим наоборот вот такой вот отрезок это точно также проецирующая на горизонтальную плоскость проекций прямая то есть опять же вы можете по это увидеть что линия даже фронтальная проекция эта линия нара находится вертикально значит несмотря даже на вторую горизонтальную проекцию можно предположить что она будет неважно как она будет располагаться если мы видим ее вот так вертикально на фронтальной плоскости проекция она будет являться профильной линии то есть параллельной p3 и это уже говорит о том что на него не прямой общего не прямая общего положения так идем далее так второй случай второй случай более-менее подходит смотрите опять же если мы смотрим на вид сверху у нас точка b лежит на оси x вот так как-то а когда на фронтальную проекцию вот так то есть где-то примерно наша линия располагается вот так в пространстве то есть это случай может являться правильным ответом я думаю что является потому что прямая в данном случае не параллельные не перпендикулярно ни к одной из плоскостей проекции ну давайте для более полного разбора разберем и вторые последние случаи опять же но смотрите ребят здесь можно опять не разбирать то есть если мы смотрим третий случай в нем проекция на фронтальную плоскость проекции а2 штриха b2 штриха она у нас лежит вот так плоскости точнее на оси x то есть плоскости p1 а если мы смотрим на горизонтальную то есть вот так она где-то лежит но в плоскости p1 значит это в любом случае не прямая общего положения и последний случай я не разглядываю это точно такой же случай как из предыдущей задачи вот в этом вот случае это линия будет являться проецирующей линии на плоскость p3 и она будет являться по идее и фронталью и горизонталью потому что параллельно этим двум плоскостям проекции и правильный ответ у нас номер два так идем далее задача 3 9 номер 19 отрезок прямой а b параллелен плоскости p1 чертеж 3 19 уже что-то интересное так параллелен плоскости p1 смотрите что мы здесь можем для себя минимум понять то есть отрезок параллельной плоскости p1 он может быть или занимать любое вот такое положение но когда мы смотрим на другую проецирующую плоскость в данном случае на фронтальную мы увидим что проекция этого отрезка всегда будет параллельно оси x ребят это очень важное правило запомнить это то есть вам нужно будет посмотреть на другую плоскость проекции и в ней этот отрезок должен быть параллелен оси x ну когда мы решаем задачу на p1 и p2 то есть смотрите вот у нас a1 b1 это горизонтальная проекция она лежит на оси x а когда мы смотрим на p2 то есть у нас линия занимает вот такое положение то есть параллелен ли горизонтальной горизонтальной плоскости p1 этот отрезок конечно же нет он лежит у нас в во фронтальной плоскости проекций под каким-то вот таким вот углом то есть ответ явно это неправильно идем далее второй случай вот это интересный случай но как я вам и сказал смотрите у нас получается что как я вам только что выше объяснил у нас a2 b2 она лежит вот здесь и она у нас параллельно параллельно оси x вот так вот так у нас получается лежит отрезок а когда мы смотрим на проекции 1 b1 ну то есть давайте я выше сделал оси их чтобы вы видели то есть у нас отрезок вот так будет то есть он внизу вот здесь будет лежать вот так но он будет параллелен параллелен плоскости p1 вот это правильный ответ так идем далее здесь здесь точно так же если мы смотрим на плоскость p1 у нас это проецирующая линия в принципе и здесь на фронтальной плоскости проекции мы видим то есть он перпендикулярный p1 это неправильный ответ ну и здесь у нас прямая общего уровня то есть как мы уже объяснили выше то есть и ни одна из ее проекций не параллельно не перпендикулярно никакой плоскости проекции то есть лежит под какими-то углами ну осям x y или z то есть правильный ответ номер два это однозначно и даже сравнивать с ответниками я не буду не тратить на это время идем далее четвертая задача отрезок а b параллелен плоскости тоже p1 и 21 задача тоже параллелен плоскости p1 то есть разбираемся дальше с плоскостями p1 так что у нас здесь это ну ребят здесь это явно тоже не может являться правильным ответом потому что опять же линия когда мы смотрим на p2 то есть с двумя штрихами точки они должны быть хоть как-то но параллельный x если у нас от 2 b2 идут под углом то есть эта ситуация когда мы получается вот бы у меня вот так вот так она лежит вот так смотрите у нас вот той проекция точки а она совпадает то есть точка а у нас лежит на оси x а точка b штрих вот здесь вверху а b1 штрих внизу от оси x то есть вот такое положение в пространстве занимает наш отрезок ну соответственно в любом случае он не не может являться точнее не быть параллельным p1 так задача так вариант 2 что здесь у нас опять a1 b1 параллельно так это такой же случай как и вот здесь опять параллельно то есть вот так мы смотрим сверху а когда мы смотрим на фронтальную плоскость проекта то есть он лежит у нас вот так соответственно ну явно он идет под каким-то острым углом и кстати угол этот будет у нас кому интересно вот такой угол альфа например к плоскости получается p1 так далее далее а 2 b2 вот опять тот же самый случай ребят смотрите фронтальная проекция отрезка параллельно оси x то есть вот так мы его видим а когда мы смотрим сверху мы его видим пересекающую x вот так он будет у нас где-то располагаться вон там снизу но я же показываю сверху но он будет на фронтальной плоскости проекция отрезок будет параллелен оси x то есть вот это в любом случае номер три у нас правильный ответ ну и опять же четвертый случай можно не разглядывать он лежит у нас где-то вот так смотрите то есть мы сверху смотрим вот . а вот . б и когда вот так смотрим . а тоже у нас выше чем . b то есть вот так где-то располагается у нас отрезок в четвертом случае правильный ответ номер три так задача 321 так тоже надо параллельно плоскости p1 так ну первый случай объяснение я думаю не стоит так представить для себя в голове ну можно в принципе смотрим когда мы на вид сверху вот а1 b1 вот так то есть он у нас идет вот так как то так вот так вы его видите и касается . b оси x а когда мы смотрим на p2 то есть у нас . а лежит на плоск плоскости p1 тоже касается x то есть вот так будет лежать пространстве в первом случае отрезок понятно что он не параллелен p1 второй случай ну я тоже его не буду даже наверное разглядывать или ну давайте быстренько представим у себя в голове так сверху смотрим отрезок у нас вот так идет а когда смотрим так он вот здесь у нас располагается вот так то есть вот так где-то линия как-то идет то есть тоже не наш случай однозначно так а1 b1 у нас при виде сверху лежит вот так а2 b2 два вот так но это вот опять тот же случай то есть 3 3 вариант ответа является правильным то есть отрезок в данном случае у нас параллелен не только плоскости p1 но он и параллелен оси x видите потому что а1 b1 вот так лежит на оси x то есть он удовлетворяет нам условию параллельности плоскости p1 четвертый случай но это тоже прямая общего положения показывать нет смысла одно да потому далее идем далее в общем ребята ответ 2 3 правильный задача 3 22 так переворачиваем страницу так здесь у нас тоже пока последний вариант это 3 22 параллельность плоскости p1 смотрим и такой случай мы уже разобрали ни одна из проекций не параллельно оси x значит это прямая общего положения что здесь у нас здесь у нас ребят ну я думаю со мной вы уже более-менее сейчас научились вот это представлять в голове также по моему правилу смотрите если проекция горизонтальная проекция отрезка а б параллельно параллельно оси x значит можно предположить что это линия в пространстве параллельно противоположной плоскости то есть она параллельно получается плоскости p2 то есть но это не наш случай и если мы смотрите представим у себя и в голове теперь вот так это будет выглядеть смотрите то есть мы лежим на оси x вот так вот p1 b1 а когда мы смотрим на плоскость плоскость p2 то есть а2 находится вот здесь у нас внизу а b2 находится наверху то есть видите мы мы параллельны плоскости p2 то есть это опять не наш случай так следующий вариант ответа a1 b1 ну здесь точно так же смотрите вот так сверху вы видите параллельно параллельно вот так вот а когда смотрите на фронтальную плоскость проекции вы видите отрезок вот так внизу то есть в данном случае мы будем параллельны p2 тоже не наш случай нам у нас в задании p1 ну и вот теперь значит остается методом проб и ошибок мы пришли к последнему правильному надеюсь варианту ответа ну давайте представим смотрите a1 b1 то есть когда мы смотрим сверху у нас вот так находятся так а когда мы смотрим на фронтальную плоскость проекции видите мы видим вот так линию параллельную оси икс ну то есть однозначно однозначно работает мое правило ребята я говорю если нам нужна p1 параллельность p1 значит мы должны смотреть на другую плоскость p2 и и в p2 отрезок или проекция этой прямой должна параллельно оси икс быть все правило элементарно если наоборот параллельность p2 надо мы смотрим в p1 и находим там проекцию p1 параллельную оси икс все идем далее задача 3 23 отрезок прямой а b параллелен плоскости p2 так сколько у нас здесь p2 раз два три четыре следующие четыре задачи будут параллельность прямой p2 323 так параллельность p2 ну и все что мы здесь ищем нам нужно соответственно ну давайте ладно представляем опять заново a1 b1 вот так вот а а2 b2 вот так вот то есть вот здесь она у нас лежит вот видите то есть в данном случае первый вариант ответа эта линия будет параллельно p1 а нам нужно теперь p2 этот случай я не разглядываю это прямая общего положения так третий вариант ответа вот смотрите параллельность p2 ну здесь у нас видите у нас проекция a1 b1 вот так она у нас получается параллельно оси икс то есть вот этот номер три правильный ответ однозначно то есть вот так будет линия у нас находиться видите то есть она будет еще и параллельно оси икс потому что две проекции параллельной оси икс ну и последний случай давайте-то скажем так представим но мы уже представляли вот это вот такой случай когда мы смотрим сверху мы видим вот так нижний отрезок а верхний вот так то есть под каким-то углом у нас как бы луч луч выходит из оси икс так вторая задача по параллельности к p2 здесь у нас что опять здесь сверху мы смотрим мы видим вот такой случай и на оси икс то есть это параллельность p1 точно так же ребят вот видите задачи одинаковые вот эти вот то есть там отрезок у нас вот так лежал вот здесь а здесь лежит отрезок вот так лежит то есть но все они параллельны или точнее даже лежат плоскости p1 так вот этот случай ну вот этот случай реально правильный ответ смотрите как я и сказал параллельность нам нужно p2 соответственно у нас отрезок а 1b1 он параллелен икс то есть смотрите давайте его сейчас смоделируем так когда мы смотрим на 1b1 вот так вот так это будет и у нас являться так а когда мы смотрим на p2 он идет вверх он параллелен у нас p2 при этом проекции твой точки ай и 1 и а2 не видите они у нас совпадают так ну и ради интереса так вот этот случай мы уже разглядывали вот они у нас одинаковые только под разными углами находятся ну а вот эта линия легко предположить она параллельно p3 потому что где-то находится вот так вот то есть обе проекции у нас перпендикулярной оси x то есть правильный ответ у нас номер 2 так и еще две задачи так 325 326 p2 правильно вот эти две задачи у нас по параллельности к p2 так первый случай ну тоже ребят принципе вот она вот так . выходит сверху смотрим вниз отрезок идет вперед смотрим вверх идет то есть они какой параллельности здесь нету . а лежит на оси x так второй вариант ответа а 2b 2 то есть фронтальной на и проекция параллельно а нам нужно чтобы было в горизонтальной тогда будем параллельно фронтальной то есть данном случае эта линия будет у нас параллельно плоскости п-1 то есть видите п-1 повторяюсь когда мы смотрим на п-2 она параллельно вот так вот вот так она будет идти а смотрим сверху мы видим вот такой отрезок вот она так это не есть правильный ответ так третий третий случай у нас опять то же самое а 2b 2 она параллельно x то есть представлять не буду уже это делал соответственно эта линия параллельно у нас п-1 так а что здесь у нас а вот четвертый вариант ответа он последний я считаю что он правильный потому что смотрите это у нас опять проецирующая линия вот она когда мы смотрим сверху она у нас превращается в точку то есть две конкурирующие точки сливаются . а находится впереди потому что она выше на фронтальной проекции вот так это линия располагается ну конечно она параллельно и п-2 и п-3 то есть это вот этот правильный ответ номер 4 так и последняя задача номер 26 что здесь у нас этот вариант ответа отпадает потому что это у нас горизонталь видите а 2b 2 она параллельно то есть когда мы смотрим вот так а смотрим сверху так вот так мы видим ее под углом то есть она не она не может быть параллельно фронтальной плоскости проекции здесь у нас явная горизонталь так второй вариант ответа второе вариант ответа удовлетворяет нашему условию что 1b 1 то есть когда мы смотрим она у нас параллельно оси x то есть она у нас вот так лежит и взгляни на нее на фронтальную плоскость проекции мы увидим а 2b 2 вот так то есть правильный ответ номер 2 так ну и давайте для нашего развития посмотрим опять так третий случай скажу так ребят достаточно интересный смотрите то есть мы теперь когда смотрим сверху сверху смотрим у нас получается она пересекает x вот так вот так она пересекает икс то есть вот так она находится линия наш видите вот так вот а 1b 1 а когда мы смотрим так нет прошу прощения вот так то сейчас роль это не играет правильно вот так или вот так то есть для на виде сверху всегда ты получается у нас а будет выше слева лежать чем без права ниже так а когда мы смотрим на фронтальную плоскость проекции а2b 2 видите вот так у нас она появится получается она идет а а точка вот здесь скрывается находится снизу слева b2 справа наверху то есть вот так эта линия идет как бы она из получается четвертой из бесконечности третьей четверти пробивает третью четверть потом она пересекает первую четверть или давайте теперь октанту первую идет пятую октанту и в бесконечность интересный случай так а вот четвертый случай он нам не подходит потому что в нем у нас опять горизонталь то есть когда мы вот так смотрим у нас линия параллельно икс то есть эта линия параллельная плоскости p1 так задача 327 что у нас в 327 у нас сейчас так две задачи отрезок прямой а b параллелен плоскости p3 так параллельность плоскости p3 смотрите что у нас здесь первый случай первый случай если мы смотрим на фронтальную плоскость проекции что мы видим у нас отрезок превращается в точку а сверху он парай перпендикулярен икс то есть в данном случае первый же ответ и он является правильным это проецирующая на фронтальную плоскость прямая видите она перпендикулярно p2 но и параллельно она будет у нас соответственно являться пара проецирующей линией ой проецирующей профильной линии то есть она будет при он смотрите кусок себе оторвал тут у нас маленький чтобы заусенницу не сделать получается она будет параллельно плоскости p3 ну и разобравшись опять быстренько давайте a2 b2 во втором случае у нас параллельно аси икс значит эта линия будет являться горизонтальным третий случай ну третий случай ребят не буду уже представлять кому интересно представьте у себя в голове или попытайтесь смоделировать этот случай это прямая общего положения потому что она располагается под какими-то углами не прямыми не параллельно оси икс ну и третий случай четвертый случай ну здесь в принципе тоже точно так же так и правильный ответ номер один идем далее так задача 328 тоже параллельность плоскости p3 опять же что-то у нас здесь много вот таких случаев это прямая общего положения второй случай это у нас опять же фронталь то есть линия видите ее горизонтальная проекция вот так она у нас получается параллельно p2 значит это будет у нас фронталь так третий вариант ответа так это линия перпендикулярно плоскости p3 то есть это проецирующая на p3 линия потому что она параллельно оси икс видите то есть она параллельно и p2 и p1 нам же нужно параллельность p3 это тоже ложный ответ и правильный ответ единственно остается у нас вот такой вот ну это и правильное опять же если мы попытаемся теперь все это представить смотрите на виде сверху у нас вот так это будет выглядеть смотрите на виде сверху то есть вы видите точка а лежит ниже чем той точка b но линия идет вертикально вверх а когда мы смотрим теперь на p2 что мы видим что точка а у нас опять выше чем точка b точнее проекция этих точек но в любом случае этот отрезок эта линия параллельно плоскости p3 так как две ее проекции параллельны этой плоскости и правильный ответ номер 4 так идем далее задача 3.29 что здесь у нас кстати опечатка в задании стоит чертеж 3.39 хотя должен быть 3.29 отрезок принадлежит к плоскости проекции p1 так две следующие задачи 29 и 30 к плоскости проекции p1 интересный случай ребят что давайте теперь разобраться что должно быть чтобы отрезок принадлежал к плоскости проекции p1 а это значит я опять же считаю что на плоскости противоположной то есть в данном случае у нас мы разбираем две плоскости здесь оси z нету значит на плоскости p2 он должен лежать на оси x правильно ну то есть смотрите вот у нас и он должен лежать в p1 неважно какое он положение занимает но когда мы смотрим на другую плоскость проекции на p2 он должен быть нам виден отрезком лежащим на оси x правильно правильно все значит у нас получается p1 значит плоскости p2 он должен лежать на оси x вот здесь что у нас у нас проекция a1 лежит значит у нас все наоборот когда мы сверху смотрим у нас получается отрезок лежит в p2 когда вот так смотрим он выше это неправильный ответ так правильный ответ номер 2 почему как я и сказал потому что когда мы смотрим на a2 b2 вот так то он у нас лежит на оси x видите то есть в данном случае он еще и перпендикулярен плоскости p3 так далее ну здесь вот этот отрезок он будет у нас параллелен третьей плоскости проекции а вот второй а вот четвертый случай подождите кстати интересно опять видите когда мы смотрим вот так видите у нас получается a2 b2 параллелен оси x а когда мы смотрим наверху вот так он то есть это у нас будет отрезок параллельной плоскости p1 но он не лежит в плоскости p1 то есть обязательно условие чтобы другая проекция отрезка лежала на оси x так и вторая задача 3.30 с теми же условиями то есть у нас должно получается a2 b2 лежать на оси x ну у нас вот он от условия этому условию удовлетворяет сразу же первый вариант ответа смотрите когда мы смотрим вот так а когда мы смотрим на p1 то есть a1 b1 находится вот то есть отрезок располагается вот так в пространстве но он лежит в плоскости p1 потому что на фронтальной плоскости проекции он лежит на оси x вот этим условиям удовлетворяет первый вариант ответа ну второй вариант ответа здесь тоже где-то в пространстве лежит этот отрезок то есть он в любом случае параллелен p1 потому что фронтальная проекция параллельно x но он не лежит в этой плоскости здесь тоже самое параллельно a1 а здесь мы параллельны p1 видите параллельны мы p1 нет прошу прощения параллельны p2 сам уже я сбился так потому что на виде сверху у нас вот такая ситуация получается то есть параллелен p2 то есть правильный ответ в данном случае это номер 1 идем сдавать еще пару задач и хватит на сегодня задача 3.31 3.32 у нас отрезок прямой а b принадлежит плоскости p2 p2 ребята в данном случае значит на плоскости p1 он должен лежать на оси видите то есть если p2 принадлежит мы его можем тут в любом позиции изображать но он когда мы смотрим на плоскость p1 значит проекция отрезка с одним штрихом то есть точки с одним штрихом должна лежать на оси на горизонтальной оси x так и что мы здесь видим ну здесь вообще билиберда какая-то так этот отрезок у нас в данном случае будет параллелен вот так он будет у нас лежать видите это отрезок будет параллелен p3 это не наш случай здесь что у нас опять же этот отрезок будет у нас параллелен p2 смотрите вот так мы видим фронтальную плоскость проекции а когда мы смотрим на p3 он у нас параллелен оси z то есть это будет у нас явная фронталь но он никак не может лежать лежать плоскости p2 так здесь у нас ответ какой опять если мы смотрим то есть он у нас лежит вот так оно здесь в данном случае лежит в плоскости p3 потому что лежит на опять другая проекция другая видите а2b2 лежит на оси z а вот так мы видим его уходящим вправо вверх так ну правильный ответ значит у нас получается получается четвертый и это правильно смотрите если мы смотрим если мы смотрим на фронтальную плоскость проекции мы видим его смотрящим вот так а когда мы смотрим на профильную плоскость он лежит на оси z то есть в данном случае задача немножко усложнена то есть мы здесь играли всегда у нас p1p2 а здесь у нас задача p2p3 но вы должны понять что если нам нужна параллельность точнее принадлежность к p2 значит отрезок должен в другой плоскости то есть у нас p2p3 значит в плоскости p3 когда мы будем смотреть то есть проекция отрезка с тремя штрихами лежать на оси z в данном случае все легко и просто так и еще последний последний ребят на сегодня задача у меня уже голова пухнет я думаю вам тоже достаточно так теперь тоже принадлежность p2 здесь у нас что у нас опять же если мы смотрим на проекцию в другой плоскости она лежит на оси x вот у нас мы смотрим на p1 он лежит у нас вот вот так в данном случае вот так в данном случае а когда смотрим на плоскость p2 отрезок идет от а2b2 вот так у нас то есть этому условию удовлетворяет номер один правильный ответ здесь у нас что мы видим здесь у нас фронталь потому что горизонтальная плоскость проекции параллельно оси x здесь у нас что у нас здесь однозначно горизонталь потому что мы видим отрезок вот так вот так но он параллелен p1 и фронтальная проекция параллельно x вот так идет отрезок так я надеюсь вы уже профи стали с моими с моим объяснением надеюсь вам все понятно и последний вариант ответа ну опять же то есть в любом случае это здесь будет вот так когда мы p1 смотрим смотрите вот так точка а лежит на оси x b идет вот вниз вправо а на p2 точка b идет вправо вверх то есть вот так он лежит никакой плоскости p2 не принадлежит единственный правильный ответ у нас остается номер один а на этом ребята я делаю маленькую паузу видео заканчивается оставшиеся задачи мы разберем в третьей части данного данной тематике данной темы по проекциям линий я надеюсь это видео вам понравилось а если это так однозначно лайкать его чтобы она распространялась ютубом и другие ребята могли повстречать его на его просторах для новых ребят не забывайте подписываться на канал и дергайте за колокольчик чтобы не пропускать сообщения о выходе моих новых видео всем пока пока до следующего раза и